Ну так вот, о чем пойдет решение о нормеемых расходов на рекламу при УИРС. На самом деле здесь, в общем-то, действительно вебинар назревший, насущный, и связано это в первую очередь именно с упрощенной системой налогопложений. Ну, поскольку, да, я преподаватель Центра компьютерного обучения специалист, я являюсь, соответственно, сертифицированным специалистом, курсов у нас очень большое количество, но, в общем-то, хотелось бы обратить внимание, у нас есть небольшой курс по упрощенной системе налогопложений. На самом деле, мне кажется, он многим будет полезен. В частности, это связано с чем? Начнем с того, что на этом курсе рассматривается весьма любопытная ситуация, когда организация была зарегистрирована в общей системе налогопложений на общей, а потом пришли к выводу, особенно в свете современных реалий, это сейчас бывает, по-моему, чаще и чаще, пришли к выводу, что надо поменять систему налогопложений. Ну и вот как пришлось столкнуться, и почему, собственно, в свое время этот курс появился, и он как раз в этом контексте развивается. Дело в том, что, к моему удивлению, как выяснилось, многие бухгалтеры считают, что если они работали в 1С, работали они на общей системе налогопложения, вот им достаточно просто сказать, что у них теперь будет в частности, извините, увлеклась, будет упрощенная система налогопложения, ну и типа будут жить долго и счастливо. Ну в 1С же каждый работать умеет, ну так, в общем-то, да, так, то есть, то есть вот такая вот катавасия, она в нашей жизни присутствует. Но, вот просьба обратить внимание, вот оно, но этого недостаточно. На самом деле существует достаточно большое количество нюансов, то есть вот курс, который я упомянула, вот начинаем мы как раз с того, что рассматриваем ситуацию, как быть в программе, если требуется вот нам с вами перейти на другую систему налогопложения. Здесь не все так просто, и указать только учетную политику, цель налогового учета, это недостаточно, ничего дальше нормально работать не будет. Вообще этот курс вот построен исключительно на изучение вот таких вот тонких моментов. То есть понятно, что когда речь идет о вводе там накладных и прочих, там все абсолютно одинаково. Но просьба, она имеет свою специфику, и вот там у нас 4 занятия как раз о специфике. Но что нас сейчас волнует? Нормируемые расходы. Вот здесь печаль, печаль, беда, прям вот бедуля в нашей жизни. У нас, если помните, расходы делятся на нормируемые и ненормируемые. И еще одно откровение для сотрудников бухгалтерии бывает обычно, когда напоминаешь о том, что даже если упрощенная система налогопложения, НКРФ никто не отменял. Да, 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 да. А это означает, что будучи на упрощенной системе налогопложения, ну, естественно, имеется в виду, что доходы минус расходы, да, Будучи на упрощенной системе налогопложения, мы все равно с вами ненормируемые расходы будем учитывать в фактическом размере, А нормируемые мы будем с вами учитывать вполне вероятно частично. То есть то же самое правило, что и для тех, кто на общей системе налогопложения в размере одного процента от выручки. Да. Ну и что тогда получается? Почему вот, да, возникла вот такая мысль об этой теме? Да потому что вот эта-то часть программы не автоматизирована от слова совсем. У меня тут есть небольшой рояль, просто так, то есть вот смотрите, такая некая условная постановочка вопроса. Скажем, проводили мы там какую-то рекламную акцию и, например, в качестве приза дали там, да, у меня тут, знаете, такая вещь, микробомовка. Да, значит, что получается? Я вот расходы на призы имею право учесть в качестве дармируемых расходов. А это, соответственно, первое, что это в справочнике, в справочнике у меня, ну и, собственно, можно вот отсюда статьи затрат открыть, либо в справочнике статьи затрат, у меня присутствует вот такая вот позиция – расходы на рекламу нормирования. Если мы работаем на общей системе налогообложения, то расходы на рекламу нормированные с учетом одного процента от выручки. Программа полностью все делает сама. Но это на общей. Но про сильный день. Значит, списание делаем документом требование накладное. Расходы в налогом учете у нас с вами принимаются. Счет затрат, ну, в моем случае 44-й, ну, то есть ставится реальный затратный счет. И статья расход на рекламу нормирования. Если мы сейчас посмотрим проводки и записи регистра, вот та вот, которая присутствует в данном конкретном случае. Ну, 44-й, 41-й, да, списание на расходы по бухгалтерскому учету. По бухгалтерскому учету у нас никаких ограничений нет. То есть в размере 9600 мы макролитно участвуем. Ай. Если у меня ИП, да, то у меня, естественно, упрощенный, то есть я просто это записываю в расходе и все. Ну, не целиком. А? Ну, не целиком. Не целиком, только один процент. Да. Значит, вот смотрите, что делает 1С. Она делает запись в книге учета доходов и расходов. Да, вот, причем здесь вот расход, вот входящий МДС. То здесь все красиво. Она показывает, что вот, да, вот шифровочка какая пойдет. Ну, я вот здесь вот в этой тестовой базе, сейчас покажу прям, я что сделала. Я, собственно говоря, целенаправленно. Вот, видите, у меня только один документ есть. Сейчас я так поступлю. Вот, вот, даже могу ввести 19-й год. От нее принципиально. Можем один месяц. Главное здесь что? То есть, смотрите, я сделала документ, причем совершенно целенаправленно. Вот у меня, что здесь присутствует. То есть у меня было поступление, я купила там какие-то товары, в том числе вот она микроволновая. Ну, печь, видели? Соответственно, МДС сверху. Вот, вот оно 8000, вот она 1600 МДС, вот они те самые 9600. Ну и, соответственно, программа мне зафиксировала приход. По регистрам со статусом не списано, не оплачено. Ага, следующим этапом, ну просто, чтобы понятно, что было. Я все-таки решила, что заплатить надо. Оплатила. Да? Вот оно. Соответственно, по книге учета доходов и расходов программа сделала записи, да? И сказала, что это не то, что не списано, не оплачено, а здесь уже только не списано. Правильно? По каждой позиции. Вот она моя микроволновая печь. Вот так вот, видите? Вот оно. То есть, вот изменился статус. Теперь, теперь, я все-таки в рекламных целях вот эту злополучную микроволновую печь, ну вот, кто-то выиграл. Я этот призываю и подарил, да? Ну, от имени и попоручили. Значит, что получается? Документ требования накладная. Продолжается тоже постановка вопроса. То есть, в частности, смотрите, расходы при ОВСН. Вот она. Она мне говорит, что у меня расход, да? То есть, был приход со статусом не списан, а теперь расход. Расходы у меня принимаются и принимает она мне в полном объеме 9600. Значит, если вот такая постановка вопроса имеет место быть, то есть, что для меня будет неприятненько. Вот если я сейчас делаю книгу на доходы и на расходы, там, в моем случае, это первый квартал 2019 года. Сейчас. Хоть эту промолчу. Ага. Вот. Вот так. Видите? То есть, получается, они учтены в полном объеме. Причем я совершенно направленно оставила базу в таком безобразном виде, как сейчас. У меня, в принципе, здесь нет никакой выручки. А программа в полном объеме принимает. Это крылья. То есть, вот эта часть, она не автоматизирована от слова совсем. Значит, на что нам надо обращать внимание? Во-первых, хотелось бы напомнить по части выручки, что учитываются не только оплаты покупателей, но и что авансовые платежи покупателей. Да-да-да, вот этот один процент от прибыли, правильно? То есть, мы учитываем в том числе авансовые платежи. И вот этот один процент мы все равно с вами будем считать руками. Да-да, ты же говоришь, что очень неприятный момент. То есть, чисто гипотетически, я так, чтобы немножко так с эффекта подогнать, если мы, чтобы как-то сильно не увлекаться, изобразим поступление от покупателя. Да-да, к примеру, ну там авансовая платежь, да, покупателя? Ага, да-да, к примеру, пусть будет там 29 января. Ну вот покупатель там мне сделал предоплату в счет будущей поставки товара. Плательщик, у меня тут есть иное количество, скажем, это. Это сумма для ровного счета, это будет 120, хотя нет, что 120, я не буду мелочить, 180 тысяч. В конце концов, семинар мы можем себе позволить, да, цифры не высчитывать. Я могу там договор какой-то указать. Это не там, там, а 29 января. Вот. И, соответственно, это у меня будет все равно, упс, промахнулась, поступление от продажи продукции и так далее. То есть, и ежели у меня такая ситуация была, вот, смотрите, получается совершенно банальная вещь, вот у меня проводочка по предоплате, и в книгу учета пошли 180 тысяч. Если я сейчас попытаюсь все-таки сделать книгу доходов, полурасходов, я получу вот такую вот милейшую вещь, и, видите, все равно ничего не меняется. То есть как-то все грустно становится в этой жизни. Честно говоря, вынуждены мы все ручечками, ручечками, еще раз ручечками. И, кстати, да, вот еще тоже обычно привыкаем же, закрытие месяца у нас с вами существует. Она вроде как все сама, все сама, да, ничего подобного, ничего на все сама. Ага, даже не надеемся. Ну, я же не зря затеял весь этот разговор. Действительно, особенно это, кстати, важно. Я говорю, что и вот сам курс-то был сделан именно потому, что бывают ситуации, когда мы переходим, и все мы нормальные люди, если я умею работать в ЕТНС, извините, в общей системе налогообложения, то это не вопрос, если у меня упрощенка. Тем более, что я там видела, что подумаешь, мало бы указать то, что требуется. А ничего указывать нам с вами вот просто так не получится. То есть вот, видите, я даже закрыла, ничего у меня так вот нормально не меняется. За одним исключением она говорит, вот корректировка рекламных расходов. Говорит, но это не она говорит. Это говорит, да, 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 мое хулиганство. Значит, почему сейчас я просто удалю, чтобы, вот, смотрите, я специально, чтобы показать, вводила документ. Я перепрыгла базу, у меня изменилась выручка, но чего не произошло. То есть классическая ситуация изначально выглядит следующим образом. Вот она. То есть это вот у меня пошли там документы по переходу. Здесь все как бы красиво, все логично. Вот она предоставлена. Вот, соответственно, мои рекламные расходы. Да, абсолютно верно. То есть первое, что мы должны сделать, это, к сожалению, вот этот один процент от выручки посчитать ручечками. Это первое. И здесь, кстати, вот между прочим, вы тоже знаете, что можно чуть-чуть облегчить свое существование, потому что помимо обороток у нас есть вполне такой неплохой отчет, который называется анализ учета по УСМ. Хорошая штука. То есть можно его сформировать. Вот, да, видите, вот оно. А это одна и та же программа. Это одна и та же программа. Просто если вы покупали, да, упрощенку, там уже заранее, то есть это у вас, смотрите, это в отчетах, анализ учета по УСМ. Вот он. Да, то есть указываете период, нажимаете кнопку сформировать. И вот видите, как раз доходы 180, расходы 9600. То есть первое, что мы с вами делаем, это вооружаемся как-то не банально калькулятором, ну, а вот смех смехом, ну, вот, да, к сожалению. И высчитываем, верите, нет, 1% от выручки. Оказывается, что мы можем учесть только 1800 рублей. А мы учли 9600. Нет, вычитаем. То есть, да, это у нас с вами получается, ой, господи, увлеклась. То есть это у нас с вами дальше пошло, что 9600 за минусом 1800. И мы видим, что 7800 мы вообще не можем учитывать. Учитывать. А программа-то, видите, все это, честно, берет в расход в полном объеме. Есть такое дело. То есть 1% считаем руками, но вот удобнее, да, в отчете посмотреть. Дальше, действительно, мы должны сделать корректировку. Но как мы ее с вами делать-то будем? Мы пойдем в раздел операции. И тут, смотрите, есть группа команд УСМ. Записи книги, доходов и расходов. Наконец, квартал, да, в нашем случае, потому что, да, ну, наконец месяца я уточню. У нас с вами, что получается, мартовский документ был по списанию, соответственно, на 31 марта. Я должна что сделать? Я должна создать документ корректировки. То есть на 31 марта 2021 года, в моем случае, да, доходы и расходы. Дата и номер первичного документа. Что имеется в виду? Дата и номер документа, которым списывали на рекламные расходы вот этот вот микроволновую печь. То бишь, в моем случае, это будет что? Вот, смотрите, документ 1-й от 28 марта. Соответственно, я все-таки воспользуюсь роялем в пустохладном, чтобы мне меньше писать и больше. Да. Вот. То есть это дата и номер требования накладной. Содержание. Ну, корректировка рекламных расходов. То есть содержание пишется в произвольном виде. Расходы и сиколка, вот, в моем случае, она насчитала 7800 рублей. Причем, обратите внимание, НДС она не пересчитала. Если я еще вот так сделаю, так это, пожалуйста, подумаешь. Такая незадача. То есть здесь, опять же, то есть одна сплошная головная боль. Мы, получается, сейчас вот я на примере новой строки, просто вот, да, есть у меня будет, да, чтобы вот показать все эти мучения. Это вот тоже все вписывается руками. Все вписывается руками. Дальше указываем расходы 7800. Предпринимаемся. Видите, НДС все равно не появляется. То есть надо еще будет что сделать? Высчитать НДС. Ой, мне считать лениво, поэтому я такой вот условный там какие-нибудь все-таки, пусть будет там, скажем, пример вот чисто гипотетически, да, 600 рублей. Пусть будет. Ну, это единственное обоснование просто, чтобы не тратить время на лишнее описание. Да, ну так вот, главное-то здесь что? Если я оставлю, не дай бог, как есть, вот смотрите, что получается. Ну, получается полный караул. Корректировка, в том числе входящий НДС. И если я сейчас так сформирую книгу доходов и расходов, то, в общем, будет нечто неудобоваримое. То есть я взяла и еще гордо добавила. То бишь, что важно, корректировку мы с вами делаем за минусом. То есть вот так вот, да. И, соответственно, вот так. Вот есть... Сейчас, секунду. Все-таки вот учебная база, это иногда, да, приводит к тому, что, да, программа начинает думать, что с одним и тем же документом несколько человек одновременно работают. Вот она пошла, корректировка. Вот она. И теперь, если я сформирую книгу доходов и расходов, вот у меня, видите, что получается? То есть вот они, мои 1800. Вот они. И точно так же, точно так же, если я посмотрю анализ состояния налогового учета по УСМ, то вот теперь я четко вижу, что я могу учесть в расходах только 1800. Ну вот такая вот вещь печальная. Но это еще не все так вот. Это не самое страшное, я бы сказала. Почему? Потому что у меня же выручка, она имеет обыкновение меняться. И если мне, да, в следующем месяце удастся что-либо продать, дополнительно, не, это хорошо и это сказочно. Ну, да. Вот, ну, поскольку, да, те, льди, вы, то тогда я просто пойду по пути наименьшего сопротивления. Соответственно, к примеру, там, я не знаю, 1 апреля мне покупатель заплатил, я вообще не буду мелочиться, покупатель мне заплатил вот, чтобы уже ничего не высчитывать. Да. Но книгу-то соответственно, если я сейчас начну пармировать, ничегошеньки у меня не поменялось. А что это? Да. Потому что я точно так же, если у меня меняется выручка, теперь буду каждый месяц что делать, угадайте, из-за трех. Раз. Пойдите, украшен. Нет. Вот сейчас, даже пускай будет это вот пустая база, я принципиально вот закрою, чтобы показать. То бишь, вот почему как раз, я говорю, ну, назревшие, да, бывает, когда мы там либо переходим, либо, знаете, как руководство открывает новую организацию, это на общие, это на упрощенки. Но программа имеет свою специфику и нормирование рекламных расходов вообще на общей системе реализовано великолепнейшим образом, то, соответственно, к сожалению, на упрощенке это не реализовано никак. Именно никак. То бишь, если у меня меняется выручка, я имею право, я имею право, соответственно, еще часть рекламных расходов учесть, но, опять же, вот я даже специально все позакрывала, чтобы показать, что книга-то у меня, ну, подумаешь, вот она мне программу, вот она мне материальный актив учила, но где мои рекламные расходы? А ведь я, смотрите, что я сделала, я наваяла выписку уже на миллион восемьсот, то есть выручка у меня изменилась ощутимо, изменилась ощутимо, а в книге доходов и расходов, ну, вот как вот, было так и осталось. То бишь, что получается? Я должна теперь, соответственно, что сделать? Пересчитать вот этот один процент, то есть это, опять же, ну, допустим, тот же отчет, анализ учета по УСН, мне никто не мешает его, ну, например, сформировать за апрель, вот у меня выручка ощутимо поменялась, а расходов нету. А значит, что я сделаю в апреле? То есть я уже могу оставшуюся часть учесть в полном объеме, правильно? Потому что один процент от миллиона восемьсот, это восемнадцать тысяч, а у меня там семь сквозьих. А значит, я буду создавать, я просто тогда скопирую, да, на дату 30 апреля, документ все тот же, только теперь, раз отдал, меня пойдут уже вот в таком виде. Да, провожу все это творчество, и проверяем книгу доходов и расходов. Вот оно. Упс, извините, я уже вовлеклась. Можем еще, да, вот здесь не очень неудачно получилось, но сейчас опять перезакроем. То есть дальше мы каждый месяц, каждый месяц вынуждены сие творчество контролировать ручечками. Нет, здесь на ваше усмотрение, то есть в принципе, да, да, да. Но здесь мне удобнее, чтобы вот разные кварталы, да, я показала. А в принципе, сейчас, секунду, у нас же с вами в любом случае всю основную отчетность и так далее, и налог программа сейчас май, июнь, да, высчитывает уже в конце квартала. Вот. А если доходы вы вообще не имеете права в расходы что-либо принять, вас это тогда меньше всего волнует. То есть если у меня просто доходы... Если вы можете учесть расходы только если, если у вас доходы минус расходы. Рекламные, да, вот, а вот оно, вот, вот, вот оно. То есть вот, вот только так. Я думаю, что если я могу выйти в одну обложение, то вы не прикроете. Это только, я даже вот специально вот это самое, да, делаю вот, да, вот у нас с вами сейчас, секундочку, вернусь к слайде. Да, ОСН, доходы минус расходы. Доходы в этом плане немножечко проще, да, то есть тут как-то вот немножко упрощенный вариант в этой жизни присутствует. Ну, конечно. При этом, вот я говорю, что на самом деле, вот, если у вас упрощенная система, либо вы планируете, например, вести букучет упрощенный, или вот, ежели меняете систему налогообложения, объект налогообложения, то есть курс рассчитан как раз не на то, что мы будем обидцедить, видите, вводить документы наплодные, это каждый сможет. А как раз вот на обсуждение, что же такого важного, на что обращать внимание, поэтому у нас, кстати, вот и стоит после первого уровня, здесь не важно, какая система налогообложения, да, вот первый уровень, там цель одна, научиться вводить документы. А вот в дальнейшем уже нюансы мы рассматриваем, да, и вот с рекламными, как видите, все грустно, то есть не автоматизировано совсем. Вот и все. И значит, дальше мы, получается, с вами будем что делать? Одно и то же. Да, хотя на общей системе программа, если, да, мы говорим, что у нас 18-е ПГО применяется, на автоматом и 1% учитывает и так далее, то есть здесь никаких вопросов. На упрощенке это не работает. Да, ну, вот я говорю, вот, ну, какие-то вещи, действительно, мы с вами же и всегда имеем право на описку, на ошибку ради Бога это тоже никто не отменял, разработчик тоже, ну, вот какие-то вещи, особенно они вот характерные, когда вроде бы вот на общий умеют работать, а упрощенный там вообще делать нечего, то есть вот существует вот такая шаппозакидательская позиция, вот, тем более, что, вот, я говорю, все же, вот на общий то она считает, и когда начинаешь показывать, что на упрощенке нет, это такое откровение, есть такое дело в нашей жизни, так, ну, это опять рука нет, ну, собственно, на этом я прекращаю дозунные речи, да, ну, вот, если у вас такие вопросы стоят, вот, я говорю, то ли переходить собираетесь с одной системы налогообложения на другую, то ли есть планы, там, у вас, у вашего руководства, регистрировать ферму с упрощенной системой налогообложения, приходите, глядите, что-нибудь интересного расскажите.